Да. Здравствуйте. Здравствуйте. О ООО «Хомкредит эндфинансбанк» мне необходимо поговорить с Валерией. Меня зовут Негодяй Ольга Александровна. Это вы, Валерий? Что у вас? Валерий, мы звоним вам по поводу вашей задолженности. На сегодняшний день сумма общего долга составляет 18 200 рублей 32 копейки. Период просрочки 106 дней. Мы звоним, чтобы помочь вам оплатить сейчас вашу задолженность. Вы готовы сейчас оплатить? Ничего не понял. Как вы поможете мне? Как? Сразу говорю, мне платить нечем. Вам платить нечем? Нечем. А что же делать-то? Что? Вы только что сказали, что знаете, как мне помочь. Толг-то ваш растет. Вы же сказали, что знаете, как мне помочь. Да, помочь оплатить. Если у вас есть сейчас денежное средство, мы можем вам помочь. Быстро оплатить. О, интересные дела. Так любой может помочь уже мне за идиота считать. Если у меня были деньги, я бы не знал, как оплатить, что ли. Вот это помощь. Интересно. Вы финансовый советник там великолепный, наверное. Нет денег. Пустой кошелек. Что вы собираетесь делать? А я все в банк написал. Вам растет в банк. Все письма отправил в банк о своей ситуации. Читайте, принимайте решение. Делайте свой шаг. Я свой шаг сделал. Все в законном формате. То есть вы предлагаете нам читать письма и вас не беспокоить, правильно? Я настаиваю на этом, более того. Настаиваете? Да. Вы понимаете, что у вас кредитная история испортилась или вам это все равно? Я очень рад. Я больше этой дурью заниматься никогда в жизни не намерен. Лезть в долги. Я буду жить по средствам. Как все мои друзья, коллеги, знакомые, родственники и все остальные, кого я знаю. А вы понимаете, что банк вправе выставить вам требования о погашении вашего кредита в течение двух дней? Так, пожалуйста. Это в письме. Это промежуточный этап между судебными разбирательствами. Без этого не обойтись. Ну да, промежуточный. Так я зову вас в суд, в суде. Я так и написал в письмах. Пожалуйста, выставите ту сумму, которую вы считаете необходимой. Я посмотрю, изучу это дело. Предоставьте мне документы, подтверждающие, что эта сумма действительно актуальна. Это все в письмах написано. Мы вместе со своими юристами это все пересчитаем. Если согласимся, то будем вам платить посильными платежами. Если сумма меня не устроит, я, естественно, платить не буду. Валерий Петрович, вы же платили. Вот последний платеж 25 августа. Да, в том-то и дело. Нет, ну и что? Понимаете, вот вы сейчас скажете, зачем подписывал договор, если он не соответствует действующему законодательству, а он, уверяю вас, во многих местах, мне прям ткнули карандашом, вот это нет таких пунктов в законодательстве нашем. Вот здесь вот противоречит закону о банках и банковской деятельности. И много-много всего старинного. Понимаете? Вы сейчас скажете, зачем вы его подписывали? Я вам так скажу. Я, когда читал этот договор, я понял, что он кривой. Я понял, у меня юридическое образование, я понял, что он кривой. И меня это, извините за выражение, очень сильно задело, что банк до такой степени считает людей пройдохами, что подсовывает вообще филькины грамоты на подпись. Надеюсь, что люди вникать не будут. А там даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что там очень много нарушений, несоответствий. Что я сделал? Я подписал. Но я по-своему решил, если банк решил, что он очень хитрый, то пускай имеет в виду, что есть и хитрее. Я поплатил какое-то время, чтобы не быть привлеченным по 159 мошенничество. И после этого, считайте так, обидевшись еще сильнее на банк, прекратил платить, чтобы банку было неповадно хотя бы в отношении меня. Вот мое мнение, моя позиция гражданская. То есть вы платить отказываетесь, правильно? Я все в письмах изложил. Не отказываюсь ни в коем случае. Но по-справедливому. Банк должен изменить условия договора. Это точно, однозначно и без вариантов. Хотя бы в отношении меня, несмотря на то, что это типовой договор, если будут упразднены те пункты, которые противоречат действующему законодательству, это раз. Убраны все штрафы, пени, набежавшие за время просрочки. Также будут убраны страховки жизни и здоровья, потому что я их подписал, они были навязаны. Возвращены мне в тело кредита эти суммы. Понимаете, да? То есть погашена будет сумма кредита. Если нет, я легко к этому приду в суде. Да. Это справедливое требование. Справедливое требование, гражданское. Это моя позиция, законная. Я ничего не нарушаю. Я сделал свой шаг. Теперь шаг банка. Если банк в суд не пойдет, он вообще этих денег не увидит. Хорошо. Я пометила, что вы ждете, пока банк подаст документы в суд. Правильно я вас поняла? Я буду очень рад, благодарен вам, если вы передадите эту информацию. Да, я записала. Спасибо. Я записала. Спасибо огромное. Кстати, пускай банк, подавая в суд, в искалом заявлении не забудет указать о расторжении договора. Иначе, если пункта этого не будет, ни копейки банк через суд не увидит. Я буду платить через судебного пристава по 100 рублей. Это будет называться исполнение судебного решения. Более того, я буду параллельно подавать встречный иск о расторжении договора. То есть расторжение договора обязательно. Либо в досудебном порядке полная проработка договора, исключение всех противоречащих законодательству пунктов. И тогда мы можем обойтись без суда. Я вас поняла. Я пометила. Будем ждать решения банка. А вы не из банка звоните? Я такие решения не принимаю. А, будете ждать решения? Я оператор. Эти решения принимает руководство. Почему тогда вы спрашиваете? Я только получаю и даю информацию. Не, не, не. Вы получаю и даете. Вы на это должны доверенность иметь. Поймите, вы тоже нарушаете. Это вам сейчас просто от души подсказываю. У вас должна быть доверенность от организации. Так как вы физическое лицо. И максимум, что можете делать, передавать информацию. Но фраза «почему не платите» категорически должна быть исключена из ваших методичек. То есть ожидать ответ на этот вопрос вы, скажем так, не должны. Человек не обязан вам давать информацию. Хорошо. Я очень рада, что вы так юридически подкованы. У меня 12 лет с вещами. Умничка. Всего вам доброго. До свидания. И вам тоже все.